Декупажные карты Они работают очень искусно, чтобы не было ощущения, что это просто наклеенный кусок какой-то бумаги, как будто это естественный рисунок на нашей шкатулке. Итак, для того, чтобы нам сделать сегодня нашу шкатулочку, нам, естественно, необходима сама основа. Я очень люблю работать с деревом. На самом деле можно использовать разные основы. Это может быть металлическая шкатулка, это может быть пластинка, например. Очень часто делают, вы видите, наверное, в переходах до метрополитена такие часы на старых пластинках. Тоже, в общем-то, все это возможно. Будем делать вот такую шкатулку. Будем использовать также декупажную карту. Вот такой фрагмент. Вот так вот мы ее приклеим. И дальше уже будем придавать какой-то фон. Что нам еще понадобится для нашей работы? Нам нужны будут краски. Вот здесь вы видите краски. Акриловые. Используем акриловые краски, разные оттенки. Нам нужен будет лак для того, чтобы нашу работу закрепить. Я использую также акриловый матовый лак. Можно использовать, в принципе, глянцевый лак. Нам нужен будет также клей ПВА. ПВА, простите. Нужен будет клей ПВА для того, чтобы приклеить нашу декупажную карту. Клей ПВА мы разбавляем немножечко с водой, с небольшим количеством воды. Также у меня есть салфетки, которые нам понадобятся для работы. Также, чтобы вытирать руки или чтобы убрать какое-то количество краски лишнее. Также я использую, ну, вот что нам еще нужно будет, это кисточки. То есть у меня разные какие-то кисточки. Есть вот такие плоские кисти. Вот такими плоскими широкими кисточками очень удобно наносить лак. И, в принципе, я рекомендую наносить лак именно такими кистями. Они берут большее количество поверхности. И, в принципе, мы так быстрее и легче обработаем наш объект. Легче всего наносить. Вот такая тоненькая кисточка, тоненькая плоская кисточка нам понадобится для того, чтобы приклеить саму декупажную карту. Для техники Шиби Шик нам понадобится также наждачная бумага. Я рекомендую взять мелкозернистую наждачную бумагу для того, чтобы, не дай бог, не повредить поверхность, не одножить, так скажем, саму деревянную основу. Итак, также нам понадобится губочка. Я использую вот такую обычную губку для мытья посуды. Губкой удобно работать для нанесения краски. В принципе, краску можно наносить и кисточками, но тогда это получается достаточно просто, да, как-то вот видны, мазки будут видны. Губкой очень хорошо наносить краску для того, чтобы как-то придать более ровный, да, оттенок. Вот здесь вы можете видеть, что очень ровненькая получается поверхность. Плюс, если мы будем наносить какой-то более темный слой, да, для того, чтобы как-то затемнить края нашей шкатулки, можно как раз использовать губку, и действительно будет эффект такого вот винтажности, да, эффект старины. Итак, мне нужен будет небольшой кусочек губки. Таким образом. В принципе, можно нарезать побольше, да, чтобы использовать губку для разных красок. Итак, значит, с чего мы начинаем? Для того, чтобы нам подготовить нашу деревянную основу для создания шедевра, нам необходимо загрунтовать. В качестве грунтовки можно использовать как сам грунт, который продается, в общем-то, в магазинах для художников, обычный акриловый грунт, да, либо также использовать можно вот такие цинковые белила, да, просто белую, либо светлую краску. Можно использовать, можно разбавлять, например, краску с клеем ПВА. Это тоже служит грунтовкой. Итак, мы будем использовать белила. Для этого мы берем кисточку, берем водичку, так, и начинаем потихоньку наносить на нашу шкатулочку. И вот так вот, таким образом, мы покрываем всю шкатулку, всю поверхность шкатулочки, и внутри, и снаружи, поскольку нам придется потом наносить декупажную карту, да, и нужно будет также придавать какой-то вот фон и заниматься состариванием шкатулки. Итак, мы нанесли грунтовочку, прогрунтовали, да, вот так вот всю внешнюю поверхность нашей шкатулки. В принципе, вы видите, что да, основа просвечивает, можно просто в один слой нанести грунтовку, чтобы как-то обезжирить, да, поверхность, и можно было дальше с ней работать. Итак, мы ждем, пока у нас все высохнет, тут у меня уже подсохло. И начинаем работать с декупажной картой. Я уже подготовила фрагмент декупажной карты. Мы нанесем, да, вот такой у нас как раз винтажный какие-то мотивы. Можете использовать любые другие. Здесь у нас еще есть, да, такие винтажные девушки. И сейчас вот таким образом мы будем с вами приклеивать нашу декупажную карту. Для того, чтобы с ней было легче работать, мы используем воду. То есть мы сначала ее немножечко размягчаем. Таким образом. Вот так мы ее размягчили. Теперь положим ее на наши салфетки. Пусть она немножечко вот так вот подстынет. То есть она стала более такой мягкой, да, более удобной в обращении. Ну вот пока наша декупажная карта, да, вот этот фрагмент сохнет, мы готовим нашу клеевую основу. Берем клей ПВА и наливаем в стаканчик немножечко водички, вот на самое донышко. Теперь мы все это смешиваем. Добавляем немного клея в водичку. Вот так. Достаточно будет совсем немного. Потому что у нас всего лишь один фрагмент. В принципе, если вы работаете с какими-то крупными фрагментами, то, разумеется, клеевой основы нужно будет больше. Так. Берем кисточку. Все это дело размешиваем. Будем использовать вот такую широкую кисточку, я думаю, для нанесения. В принципе, фрагмент небольшой, можно как раз все одним широким мазком и приклеить. Сначала я предлагаю нанести немножко, да, основки клеевой непосредственно на шкатулку. Если вы работаете с декупажными салфетками, то лучше сразу, то есть вы прикладываете кусочек, да, салфеточки таким образом. То есть вы сначала снимаете слой, да, верхний. Вот так вот там вырезаете фрагмент, который вам нужен, прикладываете к деревянной основе. И уже поверх рисунка, да, вы разглаживаете вот так вот рисунок кисточкой поверх. С декупажной картой, поскольку она более плотная, я предлагаю сначала нанести клеевую основу на саму шкатулку, а потом уже пройтись, да, поверх самого фрагмента. Вот так вот мы нанесли. И теперь вот такими вот мазками мы разглаживаем. Нужно хорошенечко разгладить, чтобы у нас не образовывались какие-то волны, чтобы выгнать, да, из-под рисунка, из-под нашего фрагмента, чтобы выгнать все пузырьки воздуха. Так вот хорошенечко. В принципе, я на самом деле люблю еще пользоваться руками. То есть я просто беру вот так вот пальчиком. Так я лучше чувствую на самом деле, что происходит. Вот. И вот так вот можно просто выгнать, да, какие-то пузырьки воздуха, разгладить наш рисунок. Так, по кругу нужно пройтись. Опять-таки, если вы работаете с более крупными, да, какими-то фрагментами, то есть вы берете, например, вот такой, да, фрагмент, либо еще больше, то есть полностью вся декупажная салфетка, в таком случае рекомендуют просто, допустим, наносить клеевую основу на поверхность. Ну, например, вы делаете часы, да, или какое-то панно такое. Вы наносите сначала клей на вот эту поверхность деревянную, да, на основку. Потом вы берете крупную, да, салфетку декупажную и наливаете немножко водички в пульверизатор. И потом просто брызгаете, да, на салфетку вот так вот прикладываете ее к деревянной основе, разглаживаете хорошенько, брызгаете буквально пару раз, да, чтобы она не успела как-то там помяться, порваться, и разглаживаете тут же быстренько, быстрыми движениями. Так, ну, вот таким образом мы как раз приклеили. Теперь мы возьмем немножко, немножко салфетки. И таким образом. И впитаем клей, какие-то излишки, да. Клей, ПВА, когда высыхает, он становится абсолютно прозрачным, поэтому не бойтесь, если у вас где-то там вылезло побольше клея, да, он абсолютно прозрачный. Более того, он тоже служит как грунтовка. Ну, также можно пройтись еще раз, да, посмотреть, может быть, где-то накопился какой-то воздух, да, еще раз выгнать его такими простыми движениями от центра к краям. Вот от центра к краям. Ну, все, мы нанесли с вами наш рисунок, нашу декупажную карту. Теперь нам необходимо придать фон, да, подходящий, то есть мы подбираем с вами краски, которые нам подойдут, и мы придаем фон для нашей шкатулки. Какие краски нам для этого понадобятся? Я решила взять вот такую вот умбру, умбра сженая, да, ну, коричневая такая красочка, шоколадного такого цвета. Сиена натуральная, называется краска Сиена. Ну, такая смесь желтого с коричневым, наверное. Я еще думаю, что мне может понадобиться желтая краска. На самом деле это очень творческий процесс, когда вы подбираете фон. У вас может получаться что-то вот интересное прям по ходу, то есть вы смотрите, вы мешаете краске, да, и вы подбираете что-то необходимое. Сейчас я уже начну работать губкой, то есть сейчас мне кисточка не подойдет, я буду работать непосредственно губкой. Так, немножечко, возьму немножко наждачки, для того, чтобы обработать края нашего фрагмента. С вами маленький кусочек наждачки, да, и вот таким образом как бы подрезаем края, чтобы у нас получилась не просто какая-то аппликация, да, наклеенный какой-то рисунок, а вот именно декупаж. Таким образом мы делаем края просто менее ровными и сглаживаем вот эту вот разницу, вот этот переход между декупажной картой и деревянной поверхностью. И уже после того, как мы сейчас с вами подрежем, да, вот так вот края, мы будем работать красками, то есть будем как бы подбирать какой-то фон. Вы можете, конечно, использовать совершенно разные цвета, то есть может быть вам кажется, что для этого рисунка подойдет вообще какой-то светлый оттенок. Пожалуйста, делайте все, что вашей душе угодно. Что касается материалов, декупажные карты, салфетки, в общем-то, да, тот же самый клей, в общем, все, что необходимо для изготовления изделий в технике декупаж, все это вы можете приобрести также в магазинах специализированных. То есть вы набираете там в поисковой строке Яндекса там или Гугла, да, любой другой необходимые словосочетания там декупажные карты приобрести, да, или где купить декупажные салфетки. И легко. Магазинов в Санкт-Петербурге довольно много, вот. И в центре тоже есть магазины, есть интернет-магазины очень удобные, то есть вы заказываете, и можно даже оформить доставку. Вот таким образом. Я, как я еще раз, вот еще раз хочу заметить, я очень люблю работать руками, поэтому сейчас вы видите, как я, в общем-то, собственно, ручно, да, обрабатываю края карты. Таким образом, да, мы просто вот склаживаем этот переходик наш. Вот. Если вдруг, опять-таки, декупаж, да, это такое дело, что если вдруг что-то, вот, мало ли, вы разравнивали, особенно это бывает очень часто, даже у мастеров, при работе с декупажными салфетками, вот что-то пошло не так, или, например, одно какое-то движение, вот вроде бы все хорошо шло, но где-то клей подсох, вы раз кисточкой, и сдернули, да, вот слой декупажной салфетки. Если, конечно, это очень большой кусочек, да, какой-то фрагмент, то это уже, наверное, критично, но если где-то что-то посерединке, не переживайте, всегда можно подкрасить, всегда можно как-то, ну, состарить, да, добавить туда какой-то вот элемент, какую-то красочку, и все, в общем-то, ничего страшного. То есть это такой процесс творческий, и у вас может всегда получиться все, что угодно. То есть вот даже я сейчас делаю, делаю эту шкатулку, я не знаю на самом деле, то есть я представляю, что я хочу получить, но я не знаю, что получится в результате. Это всегда какая-то неожиданность для любого мастера. Но на самом деле в этом и заключается весь интерес, да, вот этого процесса. Итак, мы с вами обработали, да, наши края. У нас получились такие неровные края, уже какой-то эффект старины даже, можно сказать, мы придали. А сейчас, ну, и таким образом, да, вы видите, что сглажен этот переход, и сейчас мы с вами, ну, чтобы он был менее заметен на готовом изделии, сейчас мы с вами будем придавать необходимый фон. Вы можете использовать любые цвета, любые краски, как вам кажется. Я люблю, конечно, подходить более таким натуральным, да, как-то путем, то есть смотреть, чтобы как-то вот подходило под общий фон рисунка. Но может быть и контрастные какие-то варианты, то есть все, на что вот ваша фантазия готова, вы можете, значит, так и делать. Итак, мы берем красочки. Вот я взяла вот эти вот краски. Я беру губку, сворачиваю ее так пополам, туго-туго. Вот у меня уже готовая водичка. Так. Еще раз повторю, что мы с вами используем акриловые краски. Акриловые краски довольно густые есть. Ничего страшного, это даже лучше, когда краска сухо так наносится, да, как вы видите, на губку. И потом вы даете немножечко подстыть, чтобы на изделии не были такие большие, да, крупные куски краски. И вы просто потихоньку, я бывает даже так вот дую, немножко она подстывает. И потом вот таким образом вы начинаете потихонечку скрашивать край. То есть вот такими движениями. Следите за тем, чтобы у вас не были окрашены края губки, да, вот эти ребра. Потому что тогда у вас получится не натуральное такое окрашивание, да, равномерное, а такие конкретные яркие четкие полосы. В принципе, это тоже ничего страшного, с ними можно бороться, их можно точно так же закрасить таким же способом. Вот. Главное, смелее, не бойтесь, экспериментируйте. Естественно, это же просто творческий процесс. То есть вот таким образом. Ну и так далее вы обрабатываете всю поверхность. То есть сейчас, в принципе, я буду наносить вот эту краску коричневую, да, подбирать определенные оттенки на всю поверхность шкатулки. Итак, наша шкатулочка уже практически вот окрашена, да, в нижний слой. Какие-то места я решила оставить вот такими вот, да, беленькими. Мне кажется, так смотрится интереснее, то есть больше такой тоже эффект старины. Также я обратила внимание, что вот моя, ну, основа, да, декупажная карта, она более темная, поэтому я решила немножечко добавить черной краски. И, в принципе, решила так вот смешать, да, как бы коричневый и черную, коричневый и черный цвет, чтобы получить более такой подходящий. Немножечко подсушиваю. Можно, например, использовать салфетку, да, чтобы как-то впитать излишки краски. Видите, сколько на самом деле краски много. Вот, а вот это самое подходящее. То есть мы вот так вот еще раз наносим последние-последние штрихи наши. Вот так. Ну, да, вот что-то вот такое у нас получается. Если вы хотите, например, допустим, вы торопитесь, вы делаете несколько изделий, да, вы хотите ускорить процесс сушки, можно легко использовать фен. Итак, наша краска немножечко подсохла, да, нижний слой. Лучше использовать для того, чтобы создать, да, какой-то старинный такой образ винтажный, лучше использовать первый слой краски темный, который будет проступать сквозь вот уже верхний слой, да, краски более светлый. Между ними мы используем, то есть между этими двумя слоями краски мы используем специальный кракелюрный лак. Вот я пользуюсь садолином, да, можно использовать все, что угодно, тоже в магазине их, в общем-то, много. Это так называемый одношаговый кракелюрный лак. Почему одношаговый? Потому что я использую этот лак всего один раз. То есть наносится нижний слой, затем слой лака, да, потом, когда лак немножечко так вот становится таким вязким, тягучим, мы уже покрываем верхним слоем и, в принципе, практически сразу получаем эффект, да, то есть такие мелкие трещинки, верхний слой краски, он как бы трескается. А если мы хотим, мы также можем использовать и двухшаговый, да, кракелюрный лак, это, значит, первый лак, ну, всего, да, две баночки лака, получается, вы приобретаете в магазине. Первый лак, он используется для состаривания поверхности, он придает какую-то такую желтизну. Затем, когда он подсыхает, этот процесс довольно длительный, он может заниматься и от получаса до полутора часов, он подсыхает, и вы уже сверху наносите на тот же самый слой краски, да, то есть вы уже никакую другую краску не наносите. Вы наносите уже второй шаг, либо там второй слой, да, кракелюрного лака. И у вас в течение какого-то времени, до суток может, может сохнуть такой лак, у вас получаются такие мелкие, либо крупные трещинки. Вы также можете использовать фен для придания более глубоких, более крупных трещинок на поверхности. Мы с вами используем сегодня одношаговый кракелюрный лак, потому что мы хотим использовать еще один цвет, да, акриловая краска, вот такая сиена. Ну, как раз она должна подойти, да, вот мы видим, что у нас есть какая-то такая желтезна в нашем рисунке. Но прежде чем заниматься, да, кракелюрными работами, мы сейчас с вами, я вам покажу, как делать технику такой шеби-шик, то есть эффект состаривания. Шеби-шик, в принципе, можно делать на всей поверхности, но лучше всего и в основном эту технику используют именно для краев изделия. Вот мы видим, да, что у нашей шкатулки очень много краев. Что мы делаем? Мы просто берем обычную свечку, ну, вот у меня такая большая, да, толстая, но, в принципе, все, что дома у вас есть, вы можете использовать. И начинаем натирать вот таким образом. Натираем наши края хорошенечко-хорошенечко. Для чего мы это делаем? Таким образом мы защищаем нижний слой краски. То есть вот эта коричневая краска, да, она у нас останется фактически нетронутой, когда мы сверху нанесем другой слой краски. Вот. То есть нам нужно будет потом просто немножечко потереть наждачной бумагой, и мы, в общем-то, увидим проступивший нижний слой коричневый. Вот так вот хорошенько-хорошенько проходимся по краям. Ну, вот эти края тоже можно составить. Шебешик довольно простая техника, очень интересная. Можно, допустим, брать несколько мест. Допустим, вы делаете шкатулку, поднос или вазу, или это часики, да, все что угодно. Вам нужно добавить какой-то старины, эффект потертости такой, да, придать. И вы просто в нескольких местах, допустим, трете свечкой, да, сверху наносите другой слой краски, и наждачечкой проходитесь по тем местам, где вы терли свечкой. И все. Получается очень интересно. То есть не просто какая-то потертость, причем это будет видно, если это именно делалось без свечки, да, то есть не в технике шебешик. Видно, что свежая потертость. А таким образом мы придаем какую-то действительно, ну, натуральность нашим действиям. Так, вот мы прошлись. У нас просто, может быть, будет небольшой такой, да, эффект, потому что шкатулка сама по себе небольшая. На более крупных поверхностях там эти такие, эта потертость, она будет заметна очень. Малечко так ее тряхнем. Так, все, поверхность наша готова для нанесения кракелюрного лака. Наносить кракелюрный лак рекомендуется кисточкой. Вот такой вот плоской широкой кисточкой. И лучше это делать в одном направлении, то есть ни в коем случае, да, как-то... Нет, вы можете, допустим, либо в этом направлении, либо вот в этом направлении, там, горизонтально, вертикально. Но желательно делать какие-то короткие такие мазки небольшие. Слишком много лака лучше не употреблять, да, не накладывать. Иначе получатся очень некрасивые такие разводы, и лак потом, допустим, сконцентрируется в каком-то месте. Получится не очень красиво. Мы с вами размешиваем его хорошенечко. Размешаем. Снимем излишки. Ни в коем случае мы не трогаем наш фрагмент, да, он должен остаться нетронутым. Так. Поскольку сверху, да, поверх этого лака мы будем наносить краску, естественно, мы не хотим наш фрагмент закрашивать. То есть вот здесь, да, на этой поверхности мы просто оставим, ну, вот этот вот центральный участок свободным от лака. Края мы тоже не трогаем, поскольку мы впоследствии будем затирать, да, технику, делать технику шиби-шик. Так, здесь у нас все. Сейчас мы обработаем другие поверхности. Когда мы нанесем полностью, да, лак на нашу шкатулку, то есть на все необходимые нам поверхности шкатулки, мы даем ему высохнуть. В частности, вот этот одношаговый кракелюрный лак, он сохнет где-то полчаса. Дожидаться, пока полностью весь лак высохнет, не стоит. Тогда у нас вообще ничего не получится. Нужно, чтобы лак был посохшим и немножко таким вязким. То есть вы можете даже потрогать кончиком пальца, да, и посмотреть, что вот он еще, он еще не полностью высох, и тогда вы можете наносить уже второй слой краски. То есть все должно делаться вовремя. Ни в коем случае не забывайте про ваш лак. Так, таким образом. Ну, еще какие-то места можете, в общем, сколько вам нравится, столько и делайте. Так, а потом мы с вами уже обработаем, да, вот эту заднюю часть, пока мы оставим нашу шкатулочку немножечко подсохнуть. Итак, наш слой крокелюрного лака немножечко подсох, да, вот мы можем даже посмотреть, потрогать пальчиком, что он немножко такой вязкий, да, то есть еще следы от пальцев остаются. Это хорошо. Теперь мы берем другой слой краски, более светлый, и будем наносить плавными линиями. То есть желательно не проводить повторно, да, по одному и тому же месту кисточкой, чтобы у нас лак смог как-то вот сцепиться, да, сработать вместе с краской. И так потихоньку, начиная, конечно, с того места, где мы в первую очередь наносили. Вот таким образом. Так. Теперь мы обрабатываем края. Не смотрите, что у нас получаются такие пока нелесоприятные какие-то, да, разводы. Мы, естественно, все это дело потом обработаем, подкрасим. Но пока нам нужно придать необходимый эффект. Вот такими даже широкими, да, мазками. Можете это сделать. Вот вы видите, да, что уже крокелюрный лак начинает срабатывать. То есть уже появился какой-то эффект. И так, в принципе, на всех остальных, да, поверхностях. Краску желательно развести хорошенько. То есть она у нас должна быть такая достаточно водянистая, чтобы у нас был какой-то эффект. Потому что если краска будет густая, тогда она замажет слой лака, и у нас может ничего не получиться. Я так говорю, потому что у меня у самой такое было. Так. Вот таким образом. Вот таким налетом получается. Раз, раз. Где-то что-то подкрасить, подмазать. Вот так. Сами края мы тоже окрашиваем, потому что мы с вами будем делать технику шебешик. Где-то, если вот вам кажется, что что-то где-то там нужно еще подкрасить, вот как я сейчас делаю, да, вы походу просто докрашиваете. Потом точно так же, как мы и делали это с коричневым слоем, мы можем пройтись губкой. Итак, сейчас нам нужно закрасить, да, наши вот эти края шкатулочки, пока у нас сохнет желтая краска. Так. Ну, такой интересный эффект получается. Так. Так. Ну, и теперь обрабатываем. То есть просто можно держать вот так же в руке, как я держу, и обрабатываем вот эти края. Обрабатываем все поверхности, то есть там, где мы натирали свечкой. Все это прокрашиваем хорошенько. Итак, у нашей шкатулочка немножко подсохла. Вот вы, как вы видите, да, верхний слой краски также подсох. У нас образовались забавные вот такие разводы, такие трещинки интересные, которые придают вот какой-то эффект старины. Где-то в каких-то местах вам может показаться, что это слишком много. Мне тоже, например, вот там кажется, что где-то должно быть их поменьше, да, вот, например, на этой поверхности. Просто в дальнейшем вы можете взять точно так же наждачечку, да, либо там губку, допустим, вот эту сторону, да, губки, и немножечко где-то убрать, да, вот этот слой краски верхний. И, разумеется, нельзя забывать о том, что нужно покрыть, да, шкатулку уже вот финишным таким лаком акриловым. Итак, сейчас мы с вами продолжаем. Как вы помните, мы с вами занимались техникой шиби-шик, то есть мы натирали, да, края нашей шкатулочки свечкой. Сейчас мы с вами освободим, то есть вот мы покрыли слой, слой, да, мы покрыли, да, нанесли второй слой краски, и сейчас мы с вами просто снимем этот слой, ну, хотя бы частично, да. То есть вот такими движениями, не бойтесь. Вот так вот мы потихонечку снимаем этот слой. Если вдруг у вас получается снять там где-то в каких-то местах до деревяшки, ничего страшного, то есть это тоже какой-то определенный эффект, да, имеет. Ну, вот так вот все это потихонечку обрабатываем. Вот как вы видите, да, у нас обнажается нижний слой коричневой краски, и краска верхняя, вот эта желтая, она слезает неравномерно, и получается действительно как будто бы старая какая-то шкатулка, так как будто бы она у нас пролежала где-то в бабушкином сундуке, большое количество времени. Что касается самого лака, точно так же можно его посушить феном, таким образом вы даже можете ускорить процесс образования краков, да, вот этих трещинок. Вот так вот хорошенечко, раз, 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 пройдемся. Что касается внутренней поверхности шкатулки, я, как правило, делаю ее уже после того, как у меня готова вся внешняя сторона, то есть как хотите, вы можете наносить, допустим, краску, да, которая вот уже так и останется впоследствии, изнутри шкатулки, вы можете нанести сразу и дать просто засохнуть и уже потом работать с внешней стороной. таким образом, так, и здесь делаем точно так же. Итак, края мы обработали, у нас получилась такая вот интересная техника шиби-шик, такое застаривание. Ну, и теперь лично мне кажется, что нужно немножечко еще добавить коричневого цвета, поэтому сейчас я просто нанесу на нашу губку, да, немножко коричневой краски, пройдусь еще раз в тех местах, которые мне кажется, что вот нужно еще там подкрасить, докрасить, да, как-то добавить какой-то вот эффект, и, в принципе, практически все. То есть дальше мы с вами немножечко нанесем такую позолоту, да, вот такая золоченая краска у нас есть, красивое такое золото, да, создадим такой тоже эффект интересный, такой винтажной роскоши немножко. И, в принципе, все. То есть самое последнее, мы наносим акриловый лак, даем шкатулке высохнуть. Те, кто не обрабатывал внутреннюю поверхность шкатулки, да, будет обрабатывать внутреннюю поверхность. Ну, а сейчас мы наносим немножечко коричневой краски. И так, вот я нанесла небольшое количество коричневой краски, да, вот на те места, где мне казалось, нужно ее побольше. Тем не менее, мы сохранили наши вот эти небольшие кракелюринки, да, трещинки, и у нас получилась вот такая винтажная шкатулка. Мне бы хотелось добавить немножечко такого шика, да, ну, винтажного, и сделать, добавить немножечко такой позолоты, да, как бы озолотить ее немножко. Для этого я беру краску, продается точно такая же, вот такая акриловая краска, но она блестящая, с различным эффектом. Либо эффект бронзы, эффект меди, эффект металлика серого, да, либо это золото, причем совершенно разных оттенков, античная, либо современная какая-то. Мне нужен такой небольшой просто налет, небольшой налет, поэтому я разбавляю краску немножко с водичкой. И вот так вот просто поверх, покрываю поверхность шкатулки, можно даже наш фрагмент затронуть таким образом. Когда краска высохнет, она просто такой сохранит золотистый налет, но в принципе она будет прозрачной, поэтому она, в общем-то, сохранит вот нашу расцветку. и побольше водички. Если вам кажется, что слишком много, допустим, этой краски, вы можете просто взять тряпочку и вытереть прямо сверху, пока она еще не застыл и засохла. Заднюю часть пока не обрабатываю, чтобы поставить, чтобы мне было удобно работать. Теперь беру губку и просто вот так вот прохожусь по рисунку, чтобы немножко освободить его от золотистой краски, убрать какие-то излишки. Вот таким образом. Ну, чтобы краска, да, немножечко впиталась, пока она влажная. Итак, наша золотистая красочка немножко подсохла, выходим на финишную прямую и покрываем всю нашу шкатулочку лаком. В принципе, у нас получились такие небольшие, да, совсем трещинки, ну, такой вот эффект, более такой, наверное, аккуратный. Могу вам также показать, что можно сделать с помощью вот этого вот, да, одношакового крокелерного лака. Вот. Можно, например, если вы делаете очень широкие мазки, то есть за один раз вы наносите лак и дальше вы в том же самом направлении, после того, как лак немножечко возьмется, в том же направлении также широкими мазками наносите в один слой краску, у вас получаются вот такие сильные разводы. Эта шкатулка, она еще в процессе работы, да, но вот уже получается такая интересная раскраска, то есть очень широкий. Если вы наносите слой краски, то есть второй слой краски у вас идет, допустим, губкой, да, то есть вы используете губку, вот вы нанесли слой одношагового крокелерного лака, он немножко взялся, дальше вы используете губку и наносите второй слой краски. Тогда, если вы делаете вот такие поступательные движения, у вас получается вот такая интересная поверхность. То есть у вас трещинки расходятся и вертикально, и горизонтально, то есть в разных направлениях. И получается вот такой вот интересный, да, эффект. Ну, эта шкатулочка тоже еще пока в работе, но вы можете посмотреть, какие разные техники могут быть. Вам иногда может показаться, что в принципе не нужны никакие трещинки, да, вам просто достаточно эффекта какого-то, какой-то старинный, то есть вы просто наносите краску, сверху еще как-то тонируете, да, какой-то налет образуется вот такой. Тоже интересные, интересные такие моменты могут быть. Ну, и так, мы с вами берем обычный акриловый лак, который также можно приобрести в любом магазине для художников, так же как у краски. И опять-таки кисточкой, да, широкой кисточкой желательно. Вам просто самим будет удобнее работать. Вы наносите этот лак.